Меня абсолютно не интересует, чем может закончиться заседание. Меня интересует только, чтобы граждане Гагаузии могли выйти на референдум и сказать свое слово. Выйдут они на референдум по решению Народного Собрания, которое легитимно, или выйдут они на референдум даже без решения Народного Собрания и высказят свою волю, не имеют никакого значения, потому что волей народа нельзя управлять. Потому что согласно Конституции Республики Молдовы носителем власти, властью является народ. Если народ отдельного района, тем более Гагаузии, автономии Гагаузии принял для себя решение собраться на референдум и высказать свою позицию, никто, ни суд, никакой любой орган не может им запретить. Не важно, признают власти, не признают власти результат этого референдума. Референдум консультативный, он не имеет юридических последствий, он не имеет юридической силы. Это просто волеизъявление Гагаузов. Гагаузы хотели высказать свое мнение, чтобы оно было услышано в Кишиневе, и таким образом выразить свой официальный протест через волеизъявление против той внешней политики, которую проводит Республика Молдова. А внешняя политика Республики Молдовы направлена на колонизацию Республики Молдовы, Румынии и Европейским Союзом, в составе которого Румыния находится. Поэтому я всецело поддерживаю весь Гагаузский народ в стремлении выйти 2 февраля на референдум и высказать свою позицию. Но я хочу предупредить весь Гагаузский народ, что на референдуме будет три бюллетня. Я считаю большой ошибкой, что кто-то придумал бюллетень, а вы за Европейский Союз или нет. Почему? Потому что когда мы собирали подписи в поддержку вступления Молдовы в Таможенный Союз, 60% всех избирателей Гагаузии поставили свою фамилию, имя, данный паспорт и подписали, что они за Таможенный Союз. Это те люди, к которым мы могли достучаться. Не было ни одного человека, к которому мы пришли в дом и он отказался подписаться. Мы просто не сумели обойти, условно говоря, все население. Но все, к кому мы приходили, они все подписывались. А что значит подписывались? Люди открыто, не стесняясь, называли свое имя, фамилию, давали паспортные данные и не боятся сказать, что они за вступление Молдовы в Таможенный Союз. Поэтому я в одном из выступлений сказал о том, что я уверен, что 95% всех Гагаузов, которые придут на референдум, высказываются за вступление Молдовы в Таможенный Союз. Почему я 5% вставляю? Потому что есть люди с другими взглядами, есть не Гагаузы, проживающие на территории Гагаузской автономии, которые могут иметь и другое мнение. Но подавляющее большинство Гагаузов выступит. Если будет цифра другая, я сразу вам хочу сказать, что это была фальсификация. А вот зачем нужно было ставить бюллетень, а вы за вступление в Евросоюз, я не знаю. Я очень боюсь, что за счет тех людей, которые сейчас не находятся в Гагаузии, которые работают за границей, может быть фальсификация, специальный выброс процентов 30 бюллетней, чтобы сказать, смотрите, Гагаузы тоже уже 30% выступают за Европейский Союз. И если это случится, это однозначно была провокация тех, кто сегодня в Народном Собрании продвинул этот треки бюллетень. Кто за Европейский Союз?